Белорусские хирурги Белорусь-24 подводит итоги уходящих 7 дней в студии Евгений Перлин. Здравствуйте! Политическая неделя в Беларуси началась с кадровых назначений главы государства. Все они коснулись дипломатического корпуса страны. Александр Лукашенко назначил Кирилла Рудова руководителем белорусской депмиссии в Китае. Представлять интересы нашей страны в Грузии отныне будет Михаил Мятликов. За назначениями следил мой коллега Сергей Хоментовский. И он их прокомментирует. Сергей, почему же сейчас прозвучали именно эти фамилии? И Пекин, и Тбилиси – партнеры для Минска знаковые, потому эти назначения имеют особый смысл. Важную роль белорусской внешней политики играет экономическая составляющая. И новые дипломаты в первую очередь сконцентрируются на экономике. Такую задачу поставил президент. Сверхдержава, возможности которой трудно переоценить. Так охарактеризовал глава государства Китай на путствиях в Пекин нового посла Кирилла Рудова. В прошлом году Беларусь и Китай подписали стратегический договор о дружбе и сотрудничестве. Совместные проекты на 14 миллиардов долларов. Что касается Китая, ну вы знаете, Турцию переоценить трудно эту страну. Это будущее всей планеты. Когда-то, давно-давно, когда я был депутатом, я об этом говорил в парламенте, но меня тогда не послушали. Ну что, результат налицо. Это бурно развивающаяся страна. И, наверное, нам повезло, что мы не просто установили с ними такие дружеские отношения стратегического характера, но нам еще повезло в том, что мы сориентировались вовремя. А может быть и не сориентировались, а просто так сложились обстоятельства, что за многие годы, даже десятилетия, мы смогли убедить китайцев в том, что мы надежный партнер. Нам надо, ну какой-то рывок в наших отношениях. Нам надо выйти на новую, даже не ступень, а орбиту в отношении с Китайской Народной Республикой. Передать импульс совместным проектам, в частности, Великому Камню и найти новое, главная задача. Организация государственного визита президента Беларуси в Пекин уже в планах на сентябрь. Он, кстати, станет девятым. Что касается приоритетов, то, безусловно, это и торгово-экономическое сотрудничество. Здесь у нас по территории Беларуси проходит экономический поезд шелкового пути. Но это дорога с двусторонним движением, поэтому это означает не только поставки из Китая в Европу, но и обратные поставки. Поэтому здесь можно искать потенциал для нашего экспорта. Крупные инвестиционные проекты, безусловно, они являются важными и приоритетными, но глава государства обратил внимание на необходимость, чтобы они были качественные, реальные, проработанные. В Беларуси у Грузии до сих пор не было посольства. Год назад, посещаясь визитом в Тбилиси, Александр Лукашенко назвал это серьезным упущением и обещал исправить. И в отношениях Беларуси с Грузией акцент прежде всего на взаимный товар-оборот. В прошлом году это 45 миллионов долларов. Планка может быть гораздо выше – в 200 миллионов долларов США. Что касается Грузии, это всегда традиционно наша дружественная республика, это наши братья. Мы жили в одной стране, естественно, у нас хорошие отношения, у нас сохранились очень хорошие отношения. Об этом свидетельствовал наш визит. Грузия придерживает своей политики, отличной, допустим, от нашей политики. Но это право любой стране – определять внешнюю политику, определять то, что творится в стране, внутреннюю политику. Нам надо в этой ситуации находить точки соприкосновения. Мы их нашли. Первым послом Беларуси в Грузии станет Михаил Мятликов. Дипломатическое представительство в Тбилиси придется создавать с нуля. Признаюсь, рассматривалось несколько кандидатур. В пользу Михаила Мятликова сыграли уже установленные прочные связи с бизнесменами и властями Грузии. Президентам поставлена задача выйти на товарооборот в 200 миллионов долларов. И мы уже планируем в начале сентября провести полномасштабную национальную выставку Республики Беларусь в Экспо Джорджия в Тбилиси. Интерес большой есть у грузинского бизнеса. Еще у нас в перспективе открытия сборочных производств тракторного завода «Могилев» «Лифтмаша». И еще изменения в белорусском дипкорпусе. Президент согласовал назначение новых генеральных консулов Беларуси в Стамбуле и Нью-Йорке. На этой неделе белорусскую спортивную делегацию торжественно проводили на летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Президент торжественно вручил олимпийцам государственный флаг страны и дал свое напутствие. Квалификационные путевки в Рио заработали почти полторы сотни наших соотечественников. На какие виды спорта у нас надежды? Надежды болельщиков во многом связаны со сборной Беларуси по гребле. Это самая успешная команда в истории страны. Ну и конечно ждем медалей от гимнасток, стрелков, пловцов, батутистов. Беларусь в Рио представят сильнейшие атлеты. Квалификацию прошли 144 спортсмена. Помните, что ваши высокие результаты – это позитивный имидж Беларуси и показатели ее успешного развития. В этот раз мы не устанавливаем некие показатели спортсменов, медальные планы. Однако вправе ожидать от каждого из вас полной концентрации и самоотдачи на пределах человеческих возможностей. Отдельное спасибо нашим баскетболисткам. Благодаря им на Олимпийских играх 2016 года Беларусь снова будет представлена в игровых командных видах спорта. Думаю, что мужикам надо равняться на наших девушек. Я буду очень рад, если эта Олимпиада даст нам повод так же торжественно перед всем народом подвести ее итоги и вручить заслуженные награды всем, кто кует олимпийскую славу стране. В добрый путь, дорогие друзья. Мы ждем вас с победой. Во время фотографирования глава государства пообщался со спортсменами лично. Интересовался, что беспокоит перед стартом. Лучшее выступление нашей команды было в Пекине в 2008-м. 19 наград. Худшее в Лондоне 4 года назад. 12. О медальном плане в этот раз белорусы не говорят, но свой список фаворитов уже известен. От имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем участвовать в этих играх, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся. Без допинга и наркотиков. В истинно спортивном духе. Во славу спорта и во имя чести команды Республики Беларусь. У меня правило просто работать, пахать на тренировках и придет свое. Мы пока не ставимся на определенные места. Конечно же, видим примерно, на каком рейтинге мы сейчас находимся. Результаты очень высокие. Я думаю, что в этом году на этой Олимпиаде они будут показаны достаточно высокие и будет победиться достаточно много мировых рекордов. До важного старта осталось совсем немного. Олимпийские игры откроются 5 августа, а первая группа белорусских спортсменов отправится в Рио уже на следующей неделе. Сергей, спасибо. Далее в программе мы расскажем о том, как соревнуются звезды и зрители на юбилейном 25-м фестивале «Славянский базар» в Витебске. Но сейчас к новостям экономики. Положение дела в Евразийском экономическом союзе, а также вопросы двустороннего сотрудничества обсудили на этой неделе в Москве главы правительств Беларуси и России. Был ли в повестке давно уже обсуждаемый вопрос по нефти и газу? Да, был и такой вопрос. Правда, до сих пор остается он открытым. Белорусский премьер-министр заверил, что Минск настроен конструктивно на поиск решения проблемы. Переговоры по этой теме продолжат. Напомню, суть вопроса. В связи с мировым падением цен на энергоносители, Минск считает, что мы должны платить меньше. Справедливый на поставляемый в Беларусь российский газ называют цену 73 доллара за одну тысячу кубометров. Пока 132. В подмосковных горках Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества. За первые четыре месяца этого года объемы взаимной торговли между странами составили более 7,5 миллионов долларов. Более 50% российского экспорта – это нефть и продукты ее перегонки. В свою очередь наша страна занимает ведущее место в импорте продуктов, питания и сельхозсырья. Беларусь и Россия должны обеспечить паритет взаимной торговли. Один достаточно значимый вопрос, он касается сложившейся ситуации в сфере энергоносителей, соответственно, в газовой сфере, в сфере поставок нефти. Но это такие вопросы, мы с вами знаем, по опыту предыдущих лет нельзя их запускать сильно, потому что потом очень трудно находить решение. И даже имея в виду очень высокий уровень взаимодействия, добросердечные, партнерские отношения, союзнические отношения, есть темы, по которым нужно обязательно договариваться. Мы готовы к обсудению всех вопросов. Конечно же, готовы и таких непростых, чувствительных вопросов в наших всегда торговых отношениях, экономических отношениях, которые у нас периодически возникают. Белорусская делегация настроена абсолютно на полный конструктивный подход, с тем, чтобы мы нашли развязки в этих чувствительных и простых вопросах. Также премьер-министр обсудили совместные инвестпроекты. Сегодня одним из самых перспективных для обеих стран является строительство в островце Белорусской атомной станции. Стоимость этого проекта 10 миллиардов долларов. Второй год подряд объемы взаимных поставок снижаются, но, по мнению премьеров, можно активизировать сотрудничество в сфере единой промышленной политики, обеспечить Беларуси участие в российской программе импортозамещения, а белорусским предприятиям доступ к российским программам госзакупок. Доступ к своим программам для белорусов расширил Европейский банк реконструкции и развития. Он предоставил кредит на развитие частного бизнеса. Соглашения на этой неделе подписались с Белорусским народным банком. Хочу подчеркнуть, поддержит именно женское предпринимательство. В этом году ЕБР планирует выделить 10 миллионов долларов. Эта сумма – своеобразный тестовый минимум и является величиной относительной. Рассчитывается она из общей суммы, выделенной на регион Восточного партнерства, куда входят еще Молдова, Украина, Грузия, Армения и Азербайджан. И на эти шесть стран предусмотрено финансирование в размере 55 миллионов для пилотной фазы программы. Перспективы финансирования может быть увеличено в разы, в зависимости от того, как на это отреагируют банки-партнеры. БНБ-банк стал первым банком в Беларуси, который присоединился к программе «Женщина в бизнесе». Согласно подписанному соглашению, банку выделят 3 миллиона долларов. Бизнесы очень разные, начиная от маленьких парикмахерских, ресторанов, заканчивая большими IT-компаниями. То есть наш портфель достаточно разнообразный здесь, и очень многим компаниям нужны кредитные ресурсы. Не могу сказать, что более крупным или мелким. Все нуждаются в кредитных ресурсах. Пока соотношение женщин и мужчин, которые обращаются в банк с кредитами для развития бизнеса, не в пользу женщин. Их только около 10%. С помощью подобных проектов хотят уравнять шансы. ЕБР реализует программу «Женщины в бизнесе» в 16 странах. Еще один проект, заслуживающий внимания, в Мядельском районе заработала крупнейшая в стране солнечная электростанция. Сделан еще один шаг на пути к альтернативной энергии. К слову, финансовую поддержку оказал все тот же Европейский банк реконструкции и развития. 2000 солнечных батарей и 15 гектаров территории. Это приблизительно 20 футбольных полей. Энергетические зеркала от солнечных лучей могут получать почти 6 мегаватт электричества в час и обеспечивать светом более 3000 частных домов. Даже когда небо затянуто тучами, мощность солнечной долины не опускается ниже 30%. Все зеленые киловатты установка будет направлять в центральную электрическую систему. Половину денег выделил Европейский банк реконструкции и развития. А половину денег – это наши инвестиции. Следить за ней не надо абсолютно. И солнце греет панели, снег уходит. И пыль тоже. Дождь смывает. Уход минимальный. Создание объекта вложено 10 миллионов евро. Окупиться инвестиции должны через 6 лет. Между прочим, такую электростанцию возвели на месте бывшей свалки. По-моему, достойная замена. С участием крупного литовского инвестора еще несколько энергетических проектов реализуют в Брестской области. Спасибо. О других событиях этой недели некоторые и вовсе стали сенсацией мирового уровня. Расскажем далее в обзоре. Уникальную операцию провели белорусские хирурги. Специалисты РНПЦ, онкологии и радиологии разработали методику протезирования трахеи с использованием биоклеточных технологий. По словам врачей, это целый комплекс манипуляций, некоторые этапы которого именно наши онкологи выполнили впервые в истории медицины. Как чувствует себя первый в мире пациент, прооперированный по новой методике, спросим у нашего обозревателя Натальи Тарасюк. Евгений, начну, пожалуй, с того, что обратиться к врачам пациента заставили одышкой и боль при глотании. После обследования проблемы с дыханием обернулись серьезным диагнозом – рак легкого с метастазами в трахее. Шансов на жизнь с предпоследней стадии заболевания практически не было, если бы не уникальная методика белорусских специалистов. Операцию выполнили еще три месяца назад. Время показало успешно, поэтому лишь убедившись в результате, онкологи на уходящей неделе рассказали суть операции широкой публике. Протезирование трахеи с использованием ткани инженерного клапана в мире еще никто не делал. Новый метод насчитывает целых пять этапов. Для создания протеза использовали донорскую трахею. Ее полностью очистили от клеток и имплантировали в прямую мышцу живота больного. Три недели приживалась эта трахея. Каждый день были ежедневные перевязки, контроль за тем, чтобы проросли сосуды. Мы брали кусочки маленькие этой трахеи, исследовали под микроскопом. И когда убедились, что сосуды проросли и нет никакой воспалительной реакции или реакции отражения, тогда мы ввели в эту трахею стволовые клетки. Основные клетки хрящевой ткани вырастили именно из стволовых клеток. Таких медики получили из костного мозга самого пациента. Мы наращивали клетки до количества 20 миллионов, ну и нам этого было достаточно для нашего протеза. Мы разделили стволовые клетки на две порции. Одну порцию вводили за две недели до выполнения основной операции, а вторую порцию вводили за неделю. Чтобы дождаться вмешательства, пациент прошел несколько сеансов лучевой терапии. Итоговая операция заняла порядка пяти часов. Хирурги удалили поврежденную трахею, вместо нее поместили выращенный имплант. А почему нельзя в этом случае создать протезы из синтетических материалов? Ведь сейчас можно получить искусственный орган даже с помощью 3D-принтера. Ученые пытались создать орган на основе силикона и титановых полуколец. Но продолжительность жизни в таком случае максимум месяц. Синтетических матриц, способных заместить стенки трахеи, нет. Клетки даже, к примеру, в силиконовом протезе, лишенном кровоснабжения, попросту погибают. Воссоздание сосудов и заключается, по сути, главная уникальность белорусской разработки. С помощью протеза врачам удалось преодолеть главную сложность. Ведь длина пораженного участка трахеи, как в этом случае, более 6 сантиметров. Абсолютное противопоказание к стандартной операции. Важно заметить, что сама методика стала итогом пятилетних изысканий наших медиков. Благодаря успешной первой операции научная программа продолжится. И онкологи уже готовят два рецепиента. Замечу, что научному сообществу все детали метода специалистов онкоцентра пока не раскрывают. Они направили три заявки на получение патентов. Еще одна белорусская разработка в сфере машиностроения утверждается на рынке. Перевозить пассажиров в Москве начал белорусский троллейбус с дизель-генератором. Транспорт пока лишь тестируют. Но как долго продлятся испытания белорусской разработки? Пробная эксплуатация в Москве продлится до конца года. Часть пути этот троллейбус едет под проводами. Другую же преодолевает с опущенными штангами при помощи двигателя. Еще одна особенность такого гибридного троллейбуса в наклоне во время остановки. Плюс отсутствие в салоне турникета. Пассажиры могут заходить во все двери. Эта модель белорусского производства может перевозить минимум 150 человек. Предложение о создании троллейбусной системы на уходящей неделе белорусские парламентарии обсуждали с делегацией из Индии. Какие перспективы у проекта? В Индии троллейбусной системы сейчас нет. Правда, когда-то в крупных городах Дели, Калькутти и Мбай пассажиры могли воспользоваться таким транспортом. Но в конце 20 века, по сути и таки не получив развития и достаточного финансирования, троллейбусы курсировать перестали. Белоруссия и Индия сейчас готовят дополнение к дорожной карте. Индийская сторона намерена создать троллейбусные линии в крупных городах. И помощь в этом нашей стране азиатским партнерам будет как нельзя кстати. Активно работаем над тем, чтобы организовать в Индии троллейбусные движения. Состав, нынешний состав правительства, господин Амоди, премьер-министра, принято решение, что в ряде крупных городов организовать электротранспорт, в частности троллейбус. Для нас это очень хорошая перспектива. В Индии нет троллейбусного движения. Вы не поставляете троллейбусы? Мы можем делать все, что называется под ключ. Мы умеем проектировать, мы умеем строить троллейбусные линии, контакт на кабельные сети, тяговые подстанции, но и безусловно поставлять подвижной состав. Более того, для скорейшего решения всех договоренностей специалисты двух стран обсуждают и возможность организации прямых авиарейсов между Белоруссией и Индией. Новые трансграничные проекты наша страна готовит и с ближайшими соседями. При поддержке Евросоюза до 2020-го должна воплотиться в жизнь программа «Польша, Беларусь, Украина». Сотрудничать страны в рамках этой программы будут не впервые. Уже есть конкретные результаты. Это и созданный Международный волонтерский центр юных пожарных в Бресте, интерактивный музей. Появилось более десятка новых высокопроходимых машин, а также реанимобиль медицинных катастроф. В списке предстоящих задач строительство дороги республиканского значения, которая ведет к польской границе, новоавтомобильного моста через Свислочь между пунктами пропуска на белорусско-польском участке. Благодаря программе появится еще один интересный объект – новая станция пожарных спасателей. Наталья, спасибо за обзор. О событиях из мира культуры и искусства и о рекордах Славянского базара далее в обзоре. На этой неделе в Минске художники раскрыли секреты оформительского искусства. Мы узнали, по каким законам оформлялись городские парки, музеи и другие монументальные объекты. Но ведь уже появились и новые технологии. Лариса Гуликевича расскажет, стоят ли они уже на вооружении Белорусского союза художников. Художники-оформители могут все. Они создают проекты выставочных экспозиций по самым различным направлениям – от коммерческих до военно-исторических. Это и грамотное оформление сценических площадок, праздничных зон, работают даже в небе, проектируют фейерверки и с иллюминацией. Специальное образование, умение и вкус, конечно же, необходимы. Здесь есть и живопись, и вопросы пространства, и вопросы образа в обязательном порядке, и вопросы актуального современного искусства. Здесь есть все, с чего начинается все великое и заканчивается великим. Широко используются новые художественные средства. Это стрит-арт, 3D-проекции на фасады зданий, видеомэппинг, широкоформатные экраны с видеопрезентациями. Подобные технологии применяются теперь и в выставочных экспозициях. В оформительском искусстве мы не отстаем от мировых тенденций. Но во Дворце искусств еще одна интересная экспозиция, посвящена 720-летию со дня рождения великого князя литовского Альгерта, известного государственного деятеля, реформатора, талантливого политика и полководца. Как? Каким белорусские художники изобразили великого предка? Думаю, это было непросто за давностью срока. Альгерт прославился в истории как один из самых сильных и влиятельных политиков. В 1345 году он стал великим князем ВКЛ. Жизнь выдающегося предка вдохновила многих художников в Беларуси. Они посвятили Альгерту работы в различных жанрах искусства – живопись, культура, гобелены, инсталляции. Замовы не было, некой докладной замовы, працевать по князю Альгерту. Не было докладной замовы, что будет такая историчная выстава. Но она держалась, мало того, что историчная, она держалась с войсками. Она держалась такая, что это наш родный князь, который от нас родом, который нас оборонял, который нашей землей керовал. И мы зараз отдаем ему вот эту пашану, и этот знак подяки, вот этой выставы. Кстати, произведения искусства, посвященные князю Альгерту, создавались не просто из легенд, а благодаря оставшимся воспоминаниям современников. Они описали его лицо, фигуру, манеру говорить и привычки. Так что многочисленные образы князя Альгерта у белорусских художников получились даже достоверными. А еще Альгерта называли князем Витебским. Кстати, вот сейчас о Витебске. Там проходит юбилейный 25-й фестиваль «Славянский базар» в этом году. Как он организован? Культурные мероприятия в Витебске начались задолго до открытия фестиваля. Участие в «Славянском базаре» весьма престижно. Возможно, всем участникам не хватает запланированных пяти дней. Первый фестивальный концерт и полный аншлаг. Сольное шоу-программа Сергея Лазарева покорила публику 25-го юбилейного «Славянского базара» в Витебске. Живой звук, яркие спецэффекты, оригинальные декорации и костюмы. Хиты Лазарева звучали и на концерте торжественного открытия «Славянского базара». Я безумно счастлив, что так воодушевленно встречали меня в Витебске. Это, конечно, дорогого стоит. Я надолго запомню. Это, в общем-то, один из самых, на мой взгляд, таких вот лучших концертов по эмоции. Программа «Базара» в этом году более насыщенная. В фестивальном Витебске стартует проект «Кукольный квартал». Проходят выставки, а на сцене театра имени Якуба Колоса – театральные встречи. В летнем амфитеатре выступили также Кристина Арбакайте и Максим Галкин. Специальный гость – Алла Пугачева. И не только выступления звезд проходят в Витебске. Какие самые интересные выставки удивили в этом году? Самое оригинальное для Витебска – это, конечно же, подлинники Шагала. Оригинальные работы Марка Шагала, «Черные любовники» и «Купание ребенка» впервые выставлены на «Славянском базаре» в Витебске. Презентация картин из собрания Псковского Государственного музея-заповедника состоялась в художественном музее. И здесь же публики презентовали полотна Ивана Хруцкого и Юделя Пэна. Эти работы появились во Пскове еще в довоенные времена. Работа «Черные любовники» Сначала появилась в 1920 году в Псковском музее. Псков – это город Псковской области. В 1925 году она была первым в Псковский музей. Работа «Пани ребенка» в 1920 году была приобретена в Петербурге в Берут облачных согласия и ведома Марка Захаровича. Эти две работы с тех пор находятся в стенах нашего музея. Среди новшеств юбилейного 25-го фестивального года впервые вводятся книги рекордов. В нее попадут самые длительные концерты, продолжительные овации, ну и так далее. Да, уже прошел концерт, на котором стихи о Витебске читались в течение суток. А новые цифры, рекорды, а зрители такие. На церемонию открытия продано 6000 билетов. А за время проведения в летнем амфитеатре побывает около 100 тысяч зрителей. Закрытие фестиваля 18 июля. Вот такими были главные новости, о которых мы успели рассказать. Спасибо за интерес к Беларуси. Подробнее о том, что происходит в нашей стране, можно узнать на сайте www.belarus24.by. Я же с вами прощаюсь. Посмотрим, как будут развиваться события на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова